относится к именно одному или к нескольким блокам фиктивных переменных. Тех переменных, почему речь идет о блоке? Потому что была исходная переменная, допустим, места жительства, и у нее было 5 категорий. Из нее я создал 5 лихотомических фиктивных переменных, и они формируют блок. Вот потенциально одна из этих 4 переменных становится излишне, избыточной, потому что, зная значение остальных 4, можно спрогнозировать значение этой 5-й фиктивной переменной. И поэтому она уходит из модели и остается в модели как часть константы. И поэтому, если в модели присутствует блок из фиктивных переменных и есть предупреждение спецс-с вот такого рода, то контрольная группа приобретает дополнительный смысл. Причем скажу ниже, точнее позже. Мы минуем блок 0, поскольку в нем предикторов нету, и переходим сразу к первому блоку. В первом блоке нас прежде всего интересует model summary. Здесь мы видим значение R-квадрата на каждом шаге. Всего шагов было очень много. Удалено 95 переменных. И на последнем шаге R-квадрат, именно R-квадрат Nigel Kerk и последний столбец, он лучше, чем предыдущий R-квадрат Кокса и Снелла. Потому что Кокс и Снелл сделали R-квадрат, который не достигает единицы, а Nigel Kerk сделал R-квадрат, который достигает единицы. Так вот, у нас 0,326. Это меньше, чем 0,5, поэтому мы не можем считать качество данной модели приемлемым. Количество ошибочных прогнозов будет примерно 67,4%. Это очень много. Должно быть не больше 50%. Так это общее качество модели. Переходим к переменам, которые отобраны методом backward-walt для итоговой модели. Переходим к нижнему последнему шагу. Вот этот шаг копирую в Excel для удобства. Вот такой все еще обширный набор предикторов влияет на зависимые перемены, а именно на членство профсоюзе. Подсортирую их, чтобы посмотреть, где влияние каких положительное, сильное, отрицательное, сильное, наиболее сильное. Итак, наиболее сильное.